Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Территория права». Жизнь порой складывается так, что из-за различных проблем, болезней, отъезда вы сами не можете решить какой-то свой житейский вопрос. Будет обмен квартиры, получение денег, регистрация или продажа имущества. Или представительство в какой-то организации. Но если есть человек, которому вы можете доверять, решение этой проблемы считайте, что ситуация не безвыходная. Вот что такое нотариально заверенная доверенность? Какие виды нотариальных доверенностей определяет российское законодательство? Какие сроки установлены для нотариальной доверенности? И какие правомочия дает данный документ? Вот об этом сегодня поговорим в нашей программе гостудия Ольга Александровна Портнова, нотариус Красноярского района. Здравствуйте, Ольга Александровна. Ну что же, а мы традиционно работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов по телефону 202-11-22. Званивайте к нам, уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы. Я думаю, что они у вас, конечно же, есть. Мы ждем ваших вопросов, ну и начинаем нашу программу. Ольга Александровна, что такое доверенность и для чего необходим институт доверенности? Ну, доверенность это письменное уполномочение одного лица на совершение действий. Другое лицо или нескольких лиц для представительства перед третьими лицами. То есть цель представительства такого, как доверенность, это совершение юридических действий от имени представляемых и в интересах представляемого. То есть, как правильно вы уже в начале своего выступления заметили, что действительно, если человек не может по каким-то причинам сам лично присутствовать и совершать какие-то действия, он может уполномочить какое-то доверенное лицо, которое вместо него может пойти подать соответствующее заявление, подписать какой-то документ, получить какие-то документы в организациях. То есть все это возможно, даже если вы не имеете такой возможности либо временной, либо территориально. Вам неудобно ехать в какую-то организацию или это может быть вообще нужно выехать в другой город или регион. И из этого положения есть выход выдать нотариально удостоверенную доверенность. Нотариально удостоверенную. Вот здесь, наверное, расставить нужно акценты правильные. Скажите, пожалуйста, есть обычная доверенность, а есть нотариальная? Либо обычной доверенности не существует? Нет, есть доверенности, которые не требуют обязательного нотариального удостоверения. Есть доверенности, которые требуют именно обязательного нотариального удостоверения. То есть если у нас предстоит совершение сделки, для которой предусмотрена обязательно нотариальная форма законом, либо лица сами стороны выбрали способ совершения сделки через нотариальное удостоверение, то в этом случае обязательно доверенность должна быть нотариально удостоверена. Либо если необходимость есть подать какие-то заявления на регистрацию права в госорганы, то здесь также требуется обязательно нотариальная удостоверенная доверенность. Для распоряжения зарегистрированными в государственных реестрах правами также требуется обязательно нотариальная удостоверенная доверенность. В любом случае больше список действий, где нужна нотариальная доверенность, чем обычная простая. Поэтому лучше, конечно, формулировать его нотариусом. Давайте поговорим про сроки. Какой максимальный срок действий доверенности? До 1 сентября 2013 года законодатель устанавливал предельный срок доверенности, любой доверенности, которая нотариально удостоверялась. Это был предельный трехгодичный срок. Три года. И больше указать невозможно было, независимо от желания представляемого. С 1 сентября 2013 года этот максимальный предел убран и теперь нет максимальных сроков. То есть по желанию лица, который выдает доверенность, может быть указан любой срок. Три года, пять лет, десять лет. То есть абсолютно любой срок. Единственное, что нужно помнить, что если в доверенности срок не указан каким-то причинам, то эта доверенность будет действовать в течение одного года. Если доверенность выдается для действия за границей и в такой доверенности не указан срок, то она будет действовать до момента ее отмены. Такие нюансы. Хорошо. Спасибо большое. Мы продолжим наш разговор. Говорим мы сегодня о доверенностях. Нотариально, разумеется, доверенных. Ну и ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители, по телефону студии 202-11-22, а также сайт Нотариальной палаты Самарской области, телефон Нотариальной палаты вам, помощь. Если необходимо, запишите, пожалуйста, себе, ну и звоните к нам в студию, задавайте сегодня и сейчас свои вопросы. Вот скажите, пожалуйста, известно, что доверенности выдаются врачами, начальниками тюрем, а вот это что за доверенности? Это так называемые доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным. То есть если у нас лицо, например, является военнослужащим и находится в расположении части, то от его имени и от имени его членов семьи доверенность может быть удостоверена командирами частей. Либо там иных каких-то соединений, учреждений военноучебных. То есть здесь командир, начальник этих частей может удостоверить такую доверенность. Если военнослужащий находится на излечении в санаториях, либо в больницах, то от их имени может удостоверить врач, либо старший врач, дежурный врач. Это в отсутствии начальника такого учреждения. То есть по общему правилу начальник учреждения, если он отсутствует, то заместитель его по медицинской части, либо дежурный врач, либо старший врач. Это касается только военных учреждений, либо обычная больница в городе? Нет. То есть это если военнослужащий находится именно на лечении в госпитале, в каком-то санатории и так далее. Также есть доверенность приравнений к нотариально удостоверенным. Это доверенности от имени лиц, находящихся в местах решения свободы. В данном случае начальники таких учреждений вправе удостоверять доверенности от лиц, находящихся в этих учреждениях. И доверенности, которые могут удостоверяться руководителями или администрации учреждений социальной защиты населения от имени дееспособных лиц, которые находятся в этих учреждениях. А ведь выезд нотариуса никто никогда не отменял, и по желанию можно нотариуса пригласить даже в эти учреждения и зафиксировать или совершить то или иное нотариальное действие. Хорошо, но а возможно ли выдать доверенность от имени нескольких доверителей и на нескольких представителей? Да, возможно. Закон не содержит каких-либо запретов в этой сфере. То есть на выдачу доверенности может быть выдана как нескольким лицам, то есть одному, нескольким и так далее. Причем если в доверенности не указано, что они, если это несколько лиц, и если не указано, что они действуют совместно, они действуют каждый сам по себе. Если гражданин пожелает и укажет такое условие, что он выдает, например, двум лицам, которые должны действовать совместно, то тогда эта доверенность они могут пользоваться только вместе, то есть вдвоем ходить во все учреждения, подписывать вдвоем те или иные документы. То есть именно тот факт совместности. Один без другого уже не сможет действовать. Это, наверное, скорее всего для юридических лиц компании. Ну, возможно, да. Так-то ведь неудобно, если допустим. Да, конечно, удобнее, почему люди выдают иногда на несколько лиц, потому что сегодня один пошел, да, в основном он занимается этим вопросом, но для подстраховки вдруг он не сможет в какой-то момент выполнить свои полномочия, может пойти другой выполнять эти полномочия. То есть, естественно, в этом случае выход, ну, удобнее, наверное, так. Также возможно и от нескольких лиц выдачи доверенностей, но здесь лица, которые выдают доверенность, должны помнить об отмене доверенности. То есть если у нас выдается доверенность, то лицо, выдавшее доверенность, в любое время может отменить эту доверенность. Но в случае, если доверенность выдана несколькими лицами, если один из таких, один из таких представляемых выявил желание отменить доверенность, то доверенность будет считаться отмененной вся. То есть, да, вот это такие нюансы. Даже несмотря на то, что... Если второй даже желает продлить эти, да, то есть он вполне согласен с дальнейшим продолжением этой доверенности, но уже если один пожелал отменить, она будет считаться отмененной. Получив доверенность на совершение каких-либо действий, вот в органы, да, приходит человек, нужно ли с собой носить оригинал всегда, либо можно копию, потому что ведь... Нет, оригинал доверенности нужно всегда присоединить. То есть всегда иметь при себе оригинал этого документа. Ну хорошо, правильно ли я поняла, что желательно в доверенности указывать конкретные полномочия, ну вот, например, прописка в жилом помещении или представление интересов ребенка. Либо это такая универсальная вещь, что она дает право на совершение любых абсолютных действий. Нет, конечно, надо прописывать конкретные действия. То есть, во-первых, это исключает возможность каких-то недоразумений, да, со стороны, я выдаю доверенность на все, да, на что на все, ну вот на все, а потом в результате разговора выявляется там какая-то узкая абсолютно направленность. А выдав доверенность, так скажем, на все, да, на распоряжение всем имуществам, то есть вы попадаете в такую группу риска, что может быть, да, вдруг лицо, которого вы доверили, да, может повести себя не совсем корректно, и в этом случае ваши интересы будут затронуты. Вот поэтому, конечно, конкретно выражать свою волю, желание, для чего вы хотите передать полномочия, какие полномочия, это, в общем-то, в интересах даже самого представляемого. По поводу прописки, тут вопрос, как бы не совсем, может быть, удачный пример, потому что все-таки есть регламент постановки на регистрационный учет, и согласно этого регламента заявление, которое подается на регистрацию по месту жительства, оно должно быть подписано лично лицом, который желает зарегистрироваться. Поэтому все-таки здесь лучше именно делать заявление о регистрации, даже если лицо сам лично не может пойти. Да, вот следствие болезни, например, если оно не может подписать сам заявление. Если он заявление сам не может подписать, в этом случае у нас действует институт рукоприкладчик, то есть это, причем, касается не только заявления, это и той же доверенности касается, если лицо не может лично подписать в силу каких-то физических недостатков, либо неграмотности, то, может быть, по его просьбе он приглашает какое-то лицо, которое будет вместо него расписываться на документе. С его согласия в его присутствии, в присутствии нотариуса, естественно, ставит подпись на документе. То есть в этом случае также заявление может быть на регистрацию подписано и передано в соответствующие органы уже без его присутствия. Спасибо большое. Я напоминаю телефону прямого эфира. Вы сейчас, уважаемые телезрители, их видите на экранах 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов. А сегодня на них отвечает нотариус Красноярского района Ольга Александровна Портнова. Мы продолжаем разговор и предлагаю рассмотреть все-таки вот такую ситуацию. Вы сказали, что лучше всего доверенность выдавать на свершение какого-то конкретного действия. Но я так понимаю, что можно выдать просто доверенность. Можно же? Закон это не отменяет? Ну, что значит просто доверенность? Ну, доверенность на свершение действий. Не написано конкретно каких. А что? Какие действия вы будете представлять? Часто очень приходят и говорят, граждане, нам вот выдать доверенность. Вот чтобы ходить везде, подписывать документы. Нет, давайте разберемся, куда все-таки вам необходимо пойти, какую вы цель преследуете, и отсюда будет... То есть такую общую доверенность нотариус выдать не может? Ну, конечно, опять же, непонятно для чего и куда, и зачем. Что значит пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. То есть это как-то из этой серии. То есть в этом случае нотариус тоже выясняет конкретную цель, чтобы обезопасить уже доверитель, конечно, каких-то мошеннических действий. Ну, просто очень много мы видим и слышим и в СМИ, и просто в житейских ситуациях, что потом человек выдает в суд, когда вот им и совершаются такие мошеннические действия. Я просто так и хочу выяснить. Сейчас такую доверенность выдасти нельзя? Нет, во-первых, давайте говорить о том, что любое нотариальное действие, когда совершается, нотариус выясняет волю гражданина, будь то или бы это представитель юридического лица, да, что хочет сделать гражданин. Поэтому, естественно, выясняются цели, причины, для чего нужно доверенность выдать. И уже, исходя из этой беседы, составляется проект этой доверенности, зачитывается, обсуждается с гражданином. Если действительно изложены все те полномочия, которые он планирует предоставить своему представителю, то уже этот документ оформляется и удостоверяется нотариусом. Если гражданин, прочитав там доверенность, выявил желание еще что-то дополнить, пожалуйста, опять же, согласовываем, что он хочет дополнить, какие полномочия еще необходимо включить. Это дополнительная доверенность? Нет, почему? В одну доверенность мы это можем включить, если мы обсуждаем здесь и сейчас, какие же он хочет доверить полномочия. Представительство в суде, да. Либо оформить и зарегистрировать права собственности на недвижимое имущество. То есть все это обсуждается конкретно, какое имущество он хочет оформить. Либо на распоряжении, каким конкретным имуществом он доверяет распорядиться. Распоряжаться денежными вкладами в банках тоже. Какими вкладами? Можем, если гражданин хочет указать любыми денежными вкладами, мы можем и такую доверенность написать с его слов, удостоверить. Но при этом разъясняем, чтобы не было впоследствии каких-то недоразумений, что речь идет о любых счетах. Вы можете сегодня этого счета не иметь, а в будущем открыть какой-то новый счет, и вы совершенно не хотите давать право распоряжаться именно этим счетом. А вы уже выдали ранее доверенность на распоряжение любыми счетами. Поэтому просто прежде чем давать такие доверенности, нужно немножко смотреть и вперед тоже. Потому что наши действия не только здесь и сейчас, они же рассчитаны и на будущее. Вы доверенность вы даете, как мы уже сказали, срок сейчас неопределен, вы можете выдать и на год, и на два, и на три, и на пять, и так далее. Поэтому выдавая вот такие безликие доверенности, конечно, вы просто можете попасть в ситуацию. Забыли вообще о том, что выдали доверенность когда-то там вот именно с такими широкими полномочиями. Тут оказалось, вы об этом и не думали даже, об этом счете или об этом недвижимости, а ранее выдали доверенность на распоряжение всеми счетами. Ольга Александровна, скажите, а вот такую доверенность, о которой мы сейчас с вами говорим, может выдать только лишь нотариус, либо это может выдать юрист, адвокат, различные юридические конторы у нас многочисленные есть, чтобы понимать вот эту вот грань. Нет, доверенность, она, как мы уже сказали изначально, это нотариально удостоверенная доверенность. Как бы есть возможность простых доверенностей, но это достаточно, как бы, не такой широкий круг. Если у нас нет необходимости в нотариально удостоверенной доверенности, только там, где нет необходимости, вот не определено законом. То есть у нас, как правило, все-таки сталкиваемся мы с недвижимостью, достаточно такой наш частый, да, самый распространенный вид, что граждане, оформляя какую-то недвижимость, либо по наследству, либо регистрируют вновь построенные объекты, либо это приобретение каких-то объектов недвижимости, либо распоряжение, продажа. Это все связано с регистрационными действиями, а также сейчас уже во многих случаях и обязательно нотариальная форма сделок предусмотрена. Поэтому для этих всех действий предусмотрена именно обязательно нотариальная форма. То есть никакие юристы, никакие адвокаты такую доверенность сделать не могут. Выдать не могут. Спасибо большое. Ну что же, я напоминаю, телефон на прямого эфира 202-11-22. Дозванивайте к нам, пожалуйста, в программу. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, уважаемые телезрители. Ольга Александровна, мы о всех полномочиях сказали, которые могут быть переданы по доверенности, или есть еще что-то добавить? Ну, наверное, можно добавить, что нельзя по доверенности, какие полномочия передать по доверенности. Естественно, доверенность не может быть выдана на совершение каких-то противоправных действий. Это исключено законом, да. Дальше у нас не могут быть выданы доверенности на совершение действий, которые связаны непосредственно и носят личностный характер по отношению к представляемым. То есть, например, завещание, да. Нельзя сделать завещание по доверенности, равно как и отменить это завещание, изменить это завещание. Так же заключить брачный договор тоже это носит личностный характер. Таким образом, и доверенность на совершение таких действий по заключению брачного договора тоже выдана быть не может. Правоотношения с элементными, с уплатой элементов, также это носит личностный характер. И доверенность на заключение, например, элементного соглашения тоже быть не может. Ну, в любом случае, вы рассказываете, объясняете гражданам, когда они приходят и желают составить доверенность. Выясняете не только истинные причины, но еще и разъясняете, на что можно составить доверенность, а на что, соответственно, ее сделать нельзя. Естественно, нотариус, как я уже говорила, мы прежде всего выявляем волю гражданина, и уже исходя из этого, мы разъясняем, возможно ли пожелание этого гражданина обличить форму доверенности или невозможно. Мы устанавливаем его волю, его дееспособность и его желание при беседе. Естественно, это каждый нотариус. Делает. Выполняет свою работу добросовестно. Есть такое понятие передоверие. Что такое передоверие? Сколько передоверий можно сделать по одной доверенности? Расскажите, пожалуйста. Передоверие – это передача полномочий по доверенности другому лицу. То есть выдали доверенность одному лицу, это лицо не может в силу каких-то обстоятельств заниматься данными действиями, там, возможно, изменилась ситуация, и он может передоверить свои полномочия, но если это предусмотрено в первой, в основной доверенности. А можете конкретный пример привести? Вот человек пришел, сделал доверенность такую-то и вот передоверяет свои действия. Процесс как организован этот? Процесс организован так же, как с обычной доверенностью. То есть лицо, которому выдали доверенность, приходит к нотариусу. И если срок доверенности еще не истек, то есть в этом случае нотариус проверяет доверенность, чтобы она действительная была по срокам, потому что основная доверенность – это определяет предельный срок. И для передоверия этот срок тоже является предельным. То есть нельзя передоверить полномочия и увеличить срок, который был предусмотрен в основной доверенности. Кстати, это частое заблуждение у граждан существует и на сегодняшний момент, что если у них доверенность действует и до конца осталось буквально месяц, если я сейчас побегу и передоверю, я еще могу на три года передоверить. Нет, передоверие возможно только в рамках основной доверенности. Это касается и срока, и полномочий, которые предусмотрены в основной доверенности. Они не могут быть расширены в доверенности, которая выдается по передоверию. Если доверенность основная предназначена для представительства в нескольких организациях, для совершения различных действий по нескольким вопросам, то передоверие может быть совершено в рамках какого-то определенного вопроса. Допустим, повторюсь, наверное, самый распространенный вид доверенности – зарегистрировать права на квартиру и, скажем, с представительством в суде, представлять мои интересы в суде. В данном случае мы можем отдельно передоверить только представительство в суде, если такие пожелания. Либо полностью можем передоверить, либо часть какую-то, если полномочия разделяются. Но за рамки того, что написано в основной доверенности, выйти нельзя. А может быть проще составить новую доверенность, чем оформляться вот это передоверие? Не всегда это возможно, поэтому и прибегают к этому институту передоверие. Если мы говорим о том, что человек, выдавая доверенность, не может сам лично по каким-то причинам присутствовать и совершать это действие, возможно, человек находится в другом городе. А вот сегодня и сейчас здесь… Отвезти в ведущую доверенность и создать новую. Это можно. Можно сделать. Но это может занять какое-то время. Вопрос на пересылку этой доверенности, сделать у себя доверенность в своем городе и передать эту доверенность сюда. Ну да. На место. Либо, может быть, просто человек не может в силу своих каких-то физических особенностей. Заболел, да? Лег в больницу. Сложности определенные есть вызвать нотариуса в больницу или еще что-то. А у лица, который обладает доверенностью на сегодняшний момент, тоже есть какие-то обстоятельства, которые затрудняют выполнение его… представленных ему полномочий. Поэтому он может пойти и передоверить в рамках основной доверенности своей полномочия другому лицу. Опять же, оговорюсь, уже об этом говорила, если возможность передоверия предусмотрена в основную доверенность. То есть доверенность должна быть выдана с правом передоверия. Тогда только возможно передоверие. Если этого права нету, но и нет оговорки, что выдана доверенность без права передоверия, то есть запрет на передоверие стоит, то есть теоретическая возможность совершить передоверие, если только действительно это вызвано тем, что вот это вот передоверие… Не совершив это передоверие, лицо может пострадать. То лицо, которое выдало основную доверенность. То есть его права могут быть ущемлены в силу того, что его представитель по каким-то причинам не может совершить. Может, у него там какая-то срочная командировка, или он тоже заболел, и вот буквально осталось несколько каких-то действий совершить, и он не может это сделать. Вот в этом случае отдельно рассматривается возможность передоверия гражданина. Понятно, с этим понятно. Я думаю, что последний вопрос я вам успею задать. Время вот так быстро у нас пролетело. Ну, что делать в ситуации, если, допустим, гражданин забыл, у какого нотариуса он удостоверял доверенность? Что делать в таких случаях? Он может обратиться в нотариальную палату. То есть на доверенности не пишется? Нет, в доверенности написано, конечно. Но если он доверенность отдал и не оставил себе никаких контактов, ни ксерокопии этой доверенности, не записал себе никаких данных, он отдал этот документ, у него на руках ничего не осталось, проходит какое-то время, опять же, возвращаемся к срокам, да, которые у нас сейчас уже не ограничены. И, возможно, он забыл, у кого он конкретно был. Он может обратиться в нотариальную палату с паспортом, и розыск такой доверенности будет произведен, и ему дадут контакты, куда можно обратиться, у какого нотариуса он удостоверял. А если, тоже, наверное, будет такой же аналогичный ответ, если, допустим, нотариус прекратил свою деятельность, вот, которую выдал доверенность, да, также здесь никаких проблем нет, нужно будет обратиться. Но, опять же, с какой целью он хочет обратиться именно к этому нотариусу? Он отменить доверенность может у любого нотариуса. Единственное, опять же, вопрос, нужно знать, какую доверенность он выдавал, что он хочет отменить. Потому что в распоряжении об отмене доверенности мы должны указать, какая доверенность была выдана и на кого она выдана, что он хочет отменить, потому что это необходимые сведения. Подведем резюме о нашей сегодняшней программе, что нужно знать телезрителям, если человек собрался оформить доверенность у нотариуса. Что доверенность он может удостоверить, во-первых, у любого нотариуса, обратишься к любому нотариусу с паспортом и изложив свои пожелания, что он хочет, какие полномочия доверить своему представителю. Что доверенность он может в любое время отменить. Это его пожелания. Также приходит к нотариусу без объяснения причин, может отменить эту доверенность. Что сроки доверенности на сегодняшний день максимальные не установлены. Вот об ЭД эти основные постулаты должны помнить. Ну что же, спасибо вам большое за очень интересный эфир. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следующая программа выйдет в эфир 22 мая. Следите за нашими анонсами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова